Обязательно со всех сторон, между пальчиками. Следующая мера обязательно – это замер температуры у виска, самые грамотные и правильные. Уже привычные для всех процедуры теперь и в музеях. Петрозаводский дом куклы открылся 5-го числа. Несколько дней понадобилось на подготовку к приему посетителей. Ведь открывать залы без принятия специальных мер нельзя. Во-первых, обязательно бесконтактный замер температуры при входе. Вот такой замечательный градусник у нас теперь есть. Это обязательно обработка рук антисептиком при входе. И антисептики у нас находятся в каждом выставочном зале. Это обязательно дистанционная разметка по полу, которая у нас, как видите, присутствует. Это направление движения для посетителей, чтобы у нас не было встречных потоков. Соответственно, вот эти меры. Ну и, конечно же, защитный экран. Вся прикасовая зона у нас тоже за защитным экраном. Посетителей за эти дни было немного, но нам удалось застать в галерее группу маленьких гостей. В ней не больше 10 человек, так гласят правила. И на лавочках ребята расселись на расстоянии друг от друга. На лице у каждого защитная маска. Ребят, понравилось вам, скажите? Понравилось! А в масках не тяжело? Тяжело! Дом куклы был закрыт два месяца. И так как он частный, в финансовом плане пришлось нелегко. Выплаты от государства получили, но на аренду все равно пришлось собирать всем миром. Для этого Мария организовала продажу сувенирных кукол. Но она признается, что было в таком длительном застое и положительное. Я и перекрасила все батареи. Я сделала генеральную уборку, чистку всех экспозиций. Мы достали из запасников какие-то новые экспонаты, добавили в нашу экспозицию. То есть каждый день была работа. Сейчас обновленная и намытая галерея ждет гостей. Возлагают надежды на туристов. Летом они составляют большую часть посетителей. Заждались их в одиночестве и подопечные Марии. Домовые, лешие, кикиморы и прочие обитатели сказочных миров. Данил Чиненов, Владислав Будников, Служба новостей.